ПРАВИТАНИ ПРАВИТАНИ Я РАСКАЖУ ТАБЕ КРЫХУ ПРА СЯБЕ Я ДОКТОР РОЙ КОНТЕМПРАР МАСТАЛЬСЬ БЕЛАРУСИ ЧТО МЕНЯ НАТХНЯ? С ЧИМ Я ПРАЦУЮ? ЧАМУ Я МАГУ НАУЩИТЬ СЕБЕ? МОЖН СКАЗАЦЬ, Я ПРАЦУЮ С ТЫМ, ЧТО ЙОСТЬ У СВЕТЕ СУЧАСНАМ МАСТАЛЬСТВА А ЛІСЁНЯ МЫ ПА ПРАЦУЮМ НАД СТРИТАРТАМ УСЁ ЖІЦЁ Я ПРАЦУЮ НА СУПЕРАК МАСТАЦТВА У БЕЛАРУСІ ПОЛНА РАМАК И ОБІЖАВАННЯ СКАЛАДА НА ЛАВІРВАЦСЯ РОД ГЭТОГО БАГАЦСЯ ВАРЯЦТВА И КУРЬЁЗУ В ГЭТОМ МАСТАЦТВА И СІКАВА МНЕ ПАДАБАЦЦІ ЗНАХОДЦІСЬ ШИЛІНЫ И ПРАВОЦІСЬ МАГУТНЫЙ АПЕРКОТ ЛЮЗІ И ПРРЫРОДА НАТХНЯЮЦІ ЙОЙ СУЧАСНАЕ РЧАІСНЦІ МАСТАЦТВА ГЭТО МЕДАЯТР ПАЧУЦЦІ МАСТАК МАГУТНЫЙ АРАТОР И ЗАРАЗ САМЫЙ ЧАС МА ГЛЯЯЮ ПАЧУЦЦІ АДЛЮСТРОВУЮЩЕ РЧАИССНЦІЮ, УЯК ВЫЖЮ ВЕН ПРИЯМНО ЗАУВАЖАЦІ, ЯК ЧАЛАЯК МЯНЯЮЦІ ЗАГЛЕДЮЩЮ НА ТВОЙ ТВОР АСАБЛІВА ПАДАБАЦЦІ РАЗМАВЛЯЮЦІ С ТЫМ, ХТО НЕ РУЗЮМЕЕ СУЧАСННЫЕ МАСТАЦТВА А львы сужу меня и меркование, в это выдатно. Цапер, ты все убачишь сам, сама. Мы попрацуем разом над одним проектом, и ты убачишь, як простая форма надоест сенс просторы, из моей допомоги зможешь створить свой твор. Давай разом пройдем в этой шляхе, да улучшайся. И зараз мы с вами поразважаем на конт нашей беларуской спадщины. Что мы можем сделать с нового, як пересанцевать гэтый культурный код у нечто приемное до нашего с вами уживания. Что, попрацуем? Спочатку почнем с основы. Як вы себя зараз отшуваете, что вы хотите сделать? Не соромтесь, не хвалюйтесь, что у вас нечто не отрывается. Мы с вами працуем над самими собой. Это терапия. Что нам нужно для терапии? Проймать себя. Это эмоции, которые мы будем с вами зараз вынаходить в самих себе. И что ж, выявлять, ну, по-первых, на арку, что вы с этим, яки тут знаходятся. Начинаем. У меня есть некие наработки, мы позднее до них вернемся. Але спочатку экспрессия, экспрессион, тое, что вам потребно. Робим. Худка будет пригожа. Что ж, что-то у нас отрымливается цикава. Давайте возьмем червоненькое. Червоный – это жицо. Шануйся жицо, бо это основа. Шануйся своих сваяков, сябру, свою родину. Бо это основа, это тое, что вас поддерживает. Треба шанувать свое, свою спадщину. Развивать, работать на этой основе не что новое. Бо новое – это протягивается. И вы, дорогие, вы будете его протягивать. И это надо работать круто, с густом. Не забывайте, мы достаем эмоции. Мы зараз работаем в зиме. Это как у любой иншей оперативной работы, как начать работу. Треба трошечки свои косточки размять. Вот мы и разминаемся. Вы можете делать это любыми вогулями, любыми сроками, которые у вас есть под рукой. Вот у меня это сквизеры. У вас это может быть все, что угодно. Когда вы еще не знали свой инструмент, you're welcome. Так, шмат всего в этом свете. Пластелин, длина, фарбы, мастихин, шпатель, бетон. Некто любит там нечто вытянуть, там, с шагостя. Я роблю это так, как мне подобается. Это не мой инструмент, який является протягом моих думок. Поэтому долго тут не будем с этим возюкаться. Я зараблю, может, три эскизы. Один из них это будет некая моя эмоция. Другой будет некий вот такой вариант перепрацованной. Працовусь моей бабулей. То есть я ей неких вышиванок на рушниках и на всяких там занавесочках. Ну что, рухаемся далее в нашей праце. Первый этап нашего мастер-класса был накерованный на то, как вылучшить ваши эмоции. Пойдем до уже другого этапа, где мы будем працаваць непосредственно над самой концепцией. Я из Беларуси, поэтому мне ближе некий белорусский орнамент. На Беларуси много майстров, которые занимались вышивкой. И много можно наткнуться в своих працах, как вам это интересно. Я буду працовать над працами своей бабули. То есть она за весь шлях своего життя вельми шматчаго зарабила. Куша, вышиванок, диванов, рушников. Вы можете брать за основу ваш некий досвид, ваше осеродие, в яким вы знаходитеся. Может, вы в Перу, может, вы в Бразилии, может, вы зараз в Украине сие шеде. Берите себе, берите свои эмоции, доставайте их, показывайте свету. Треба размовлять, треба доставать тое, над чем мы зараз працавали. Треба переносить это уже в концепцию, в идею. Треба уже отримливается, что кричать. Мой крик – это моя спадщина. Это некий перепрацованный досвид про мою кропку гляджения. И это вельми мощная основа для вашей деянности. Некое ваше минулое, якому вы надаете новое життя. И тем самым забеспечивается будущую. Працуюсь над памятью, чтобы это не стратилось ни где, ни в каком случае, и чтобы никто не мог эту спадщину у вас забрать. И посмотрите, трошки референсы. То, что мы возьмем за основу. Ремесная вышиванка, не какого мастера, на жаль, невидимого для меня. Это уже праца не моей бабули. Такие мотивы с кветками, довольно знакомитая техника. Если вы из Беларуси, если вы из славянского сараза, вам узнаем этот мотив. Некоторые птушки, некоторые кветки. Все это такое пестрое, стильное. Я кайфую от этого. Вот, я хочу перепрацовать сейчас это. Ну, это уже такая, больше кропотливая праца. Начинаем с чистого листа. Все, что мне потребуется. Все, уключаем голову. Пора працевать. Червоненького трошечки. М-м-м-м. Может быть, может быть. Нет, может быть. Такая вот пуль-пулька. О, добрая. Сел я к тренеру. До масштаба зем. Далей. Прикметная. Меня что тут зараз? Прикнем? Притягиваем. Ну, тут такой эскиз. И он не подразумевает, как быть аккуратным. Поэтому, ну, я там не марную час. На все эти выводимы. Так. Мне приблизно. Нехай линия будет живой. Прикметки. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok За основу своей працы я взял основным только композицию такого народного орнамента и перепрацовал ее под свои стилистичные вынаходки. Мне тут такой сюжет, ну, на первый взгляд ничего не зрозумело, але я вам трошечки расслабляю. Бо, ну, на самом речи, идея отрымалася вельми мощная, на мой взгляд. В центре композиции у нас, мабысь, вам здаяцца, что гэта кветка, а не. Гэта выбух. Гэта выбух символизует некий выбух громадства, некий выбух часу, вогулі гэта и война. Ну, гэта некий эпицентр падзей, тих, які мене зараз вельми турбуюсь. И, на жаль, гэта выбух для мене особисто символизует, ну, нешто неприемное, нешто злое. И гэта тое, што, ну, адлюстровывается у нас в людях. Тость гэта все линьи, як и некие лучи, гэта, ну, некие кветки, яны довольно грубые, угловатые. Это тое, што, ну, приносит нам некую турботу, некий боль. Это тое, што утаргается у нашу простору. Гэта нешто ворожее. Дальше вока, ну, тут усе зрозумела. Гэта вока заплющенная, гэта слезы, гэта плачут, гэта боли, гэта воглевся, гэта турбота. Праца выглядая на першу погляд тяжкой, конешне, так, ну, гэта адлюстровывая некие мои эмоции, тое, што я роблю некие смешные, пришпильные рожицы, это, ну, не значит, што я там ничого не очуваю. Я уверен, што и вы, у вас есть некие ваши, там, проблемы, проблемы вашего часу, гэта все можно достать, перевести на некий аркуш, та и не только на аркуш, там, на стену, там, на улицу. Все, што угодно, все, што вы захочется. Итак, увыненько, у нас есть два эскизы, вельми пришпильных. Сподзюси, вы так само подготовались, и далее мы можем все это перевести в ту форму, яка вам больше подобается. В моем случае это будет стрит-арт. Чтож, пройшел час робить трафарет. Вот у меня есть такая хреновина. Ни як инаку ж не назвать. Все, это буде наш трафарет. Бо треба буде выразить формы, зее, залить туди гипс и достать тое, што отримается. Ну, все, конечно. Желаем, что это нечто будет текавое. Так, ну, что это, если что-то отсюда. А, я думаю, что нет, так и стрелево отримался. Протягиваем далее. Продолжение следует... Мы уже перенесли наш першопочатковый эскиз на эту цедованную форму. Зараз я сделаю такий трафарет. Раблю я эту першню. Ну, и в общем, это частка такого шляху, мастака. Нечто спробовать, крестаться новыми крыницами в своей праце. Вот для меня это такой материал является. Такой крыницей, якая трошечки меня натхняет на выход из моего звукого асеродзя. Ну, звичайно, я все работаю маркерами, сквизерами, фарбой, там, когда это большие площади, объекты. А тут вот такой незвыклый для меня опыт. Вот у нас такие отрывались штуки, брюки. Отрывалась такая тема. Вот. Поглядите, а кто? Супер здорово. Все. Наступный этап нашей работы. Это раствор гипса, который мы зальем. Вот эту штуковину. Ну что, шановные господарства, берем вот такое прыгожее ведерце с водой. Вот. Я засыпаю зараз гипс. Треба все замешать. Я, вот, у меня есть такая пальчатка. Больше и нема, выброшется. Але, ну что ж, добись. И все, вот так ручками мы працуем, пробим раствор. И он повинен быть таки трошечки жидкий. Каб заполнить все ось в этой полости. И доброза засохнуть. Вводим с ума сь. Гроба порыбить худшей, что гипс мая. У меня такие свойства. Утка засыпать. Часу не морнуем. Усенько все это замешиваем. Все, у меня тут готовый раствор. Починаю заливать. Утка. Популь. И еще можно это сделать. Все, залили и размазываем. Чтобы все ровненько было. Можно выкористовывать тое, что у вас под руками. Любой инструмент у вас дома. Это ваш мастерский инструмент. Вы можете выкористовывать все, что угодно. Для достигнения вашей меты. Вось у меня это вывешено. Вось он. Мой досвид. Разом с вами. Сподзюся, у вас так само нечто зараз стремливается. Когда вы работаете разом со мной. Вы не держитесь за процессом створения. Мастерского объекта. Трошечки. В общем, этот гипс сохнет минут 10 минут. Но так как у меня такая довольно объемная работа. Я думаю, что он будет сохнуть крышечку больше. Может, там, хвилин 30 минут я подчекаю. Треба, как гипс трошечки взялся. Подсох. И он, до речи, вельми не нагревается. Это вельми цикавая такая зъява химичная. А я куя не еду. Не ходу. Когда вы не еду, то есть, мать ему у вас гипс играется, когда сохнет. Так, пока мы ждали, уже трошечки стемнело. А лево я вижу, что гипс уже подстыл. И можно доставать с нашей формы то, что у меня трымалось. Не еду я вовле гэта бузя зараз выглядать. Или побачим. О май гад. Хвалююсь. Трошечки хвалююсь. Ну, справа пошла. Как пирожки готовятся наши спадшины. Как у нашей будущей. То есть такая импреза, интерпретация такой давней, старой идеи, старой культуры. У нее что новое. Нашей исторической спадшины. На нашу историческую будущую. Цикаво, что отрималось. Интрига, интрига. Ну, и опошни. И опошни, ковалшик. И все. Еее. Ой, хлопчики в зевшинке. Вот. Вот и все. Вот такие детали у нас отримались. Вот такие элементы. Цикавые. Ну, конечно, я все это приведу в товарный вылет. А лежу, можно побачить. Прикладная ягода будет выглядать. Ну, есть такое в око. Это наша сумная в око, якое уже не может больше надзирать. За тем, какие жесткости на око выбиваются. Олежь, поглядите. И оно тримается. И мы будем триматься. Не чаканно, але таки цикавые выник. Николе такого не рабил. Вау, я у захоплення. Вось, дарэшши за гэта. Мне подобается мастацтва. А кали ты працуешь за неким дагэтуль невядомым для цябе материалом, и он погружает цябе в атмосферу з гэта першого находництва. Кали ты здявляешься, як малое дзяця тому, что у тебя трималось, а до мене эффект вось гэта юн вельми важливый. Вось, а си здявляцца был. Ты уже не ведаешь, что я ще сдавалася, ты можеш там зарабить в этом свете. А леш, побачишеш, ну, трошешки нечто новое зарабил, и ўжо таки выник, для кито не мог злявись сега. Мене што ёс, вось у этой фактуры такой натуральны, сыраю вельми шукас, нитя новая материала, нитя своя, ну, свои ходы, свои способы выкорастані гэтых матурялу і гэтых прийому. Калі вы гэтызнодзіся, ой, мір для вас адшиніцца, і пакажыцца, будзе казацца некім дзівосным светам. Вы будзе задавацца такім пытанням, як вы до гэтыга яшчы самі не дадумаліся, і ці раней не зарабілі. Канешні, я ўпэвнену, што вы дадумаццася до всього самі, а то, што я раблю, я раблю. По мене просто цікаво, прыжпільно, скажем так. А леш, як прыклад, што можна зарабіць яшчы. Дякую за перегляд! Так, ну што? У нас ўжо всё готово для фарбовки, отрималася класно. Я сподзююся зараз іще паглядзім. На гэту прыгажу ось. Подзім зараз фарбаваць. Дуже приємно, що все зміщається в руках. Хоча нарадоваться не можу. Починаємо з жовтого. Погнали! Паглядзіся, яка прыгажості тримовуваць. Уже не сказав бы, што гэта нікі гіпси, то гэта нікі 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 пластичні форми з іншій планеті. Я ўжо бачу, што гэта просто пумпулька. Уже пачынає складывацься такі мотив. Ми ўж бачым, што таке по-портове прыгожее нешто отримлюваць. Влежності однодвор'я фарба можа сохнуць ад 10 до 5 годзіныць, і до годзіны навыць. Я спадзюся, што гэта хутка падсохне. Поглядзім, бо зараз вельмі спекотна, хто гведе, як фарба сябе павязе. Переходзім до наступного кольяру. Гэта ў нас будзе якій. Давайте блакітны возьмем. Вау! Ви паглядзіці. Які прыгожы кольяр. О май гад. Мы ўж бачым, што ўнас тут нешта атрымліваецца прыгожы. І нехта скаже, што можна було б із древа гэта ўсё зарабіць і не марнаваць так шмат часу. Я вам адкажу на гэта. Канешні можна було. Можна зарабіць гэта шагозаўодна, з любого матеріялу, які вы вогулі сабі можеце дазволіць, схатіці ім крыстацца. Мінавіта я схатсел з гіпса зарабіць. Я зарабіў гэта з гіпса. Тут справа не в тым, каб було лепш зарабіць, а в тым, што бы просто зарабіць. Пагэтаму просто радіцься. Не марнуйці часу на некія неутульнае разважанні. Просто гарыця і радіця. Зарабіць до жовтого. Дрэцьше жовтый вельмі складаны колір, і он вельмі кепска кладзецца на любую паверхню, пагэтаму яго лепші за все змішуваць з некай белай фарбай, каб'йон більш платнійшы был па текстуры і вельмі добро перукрывал паверхню. Пагэтаму памятайця прагэтам. Ну, вінаєць пагэтаму я роблю яшы другі слой. Тому што іон бачну, што трошечки кепска лёг. Мабыць, віне бачці свім вікам, але я бачу, штот не все вельмі корыстне, як мені падабаецца. А мені падабаецца, кабу все бала топчик. што ж, я вже зафарбував свої деталі. У нас отрималася така амаль, што кольоровая схема цмык, але без маджэнты, це в нас червоний, кольор життя, як ви пам'ятаєте. Ікей, до речі это такой кей калор ключовий кольор черный, ось. Што ж, чекаєм, покой все подсохне. Кінець. Ну, ось. Все, наші кветки готовы. Ну, што, чекаєм, покой все, гэта подсохне. Треба трошечки подчекать. Почекаєм, покой фарба возьметься. Чекаєм далі. Трошечки подчекаю. Чекаєм. Треба набрацца трошечки терплівості. Чекаєм далі. Ну, што, мастаста процес нехудки. Што ж, знов стемнело. Я дочекався того часу, покой все подсохло. Другий день нашій праці. Ось, побачите, яка у нас отрималася прыгожость. Ось, які кольори. Ось, все прыгожа. Все мне подобається. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Так, ну што, тогда розказувай, що ми будем делать? Будем зараз насправу робити невеличке стрит-арт. Наклею мене, що там на стене, хутінька, ось, з твоєю допомогу. Ну, і потім далі, мене бутилгород. Я ось, не так давно заробив такі прышпільні фресіки з гіпсу. Ось, зараз хочу наклеюся, знизу в райончику. Я вже знайшов таке місце, цікаве. Непосредо туди ми йдем. А как місцечко вибирал? Слухай, ну, я скаутсів, їздів на ровері, нешто глядел. Так, прахлядаўся, що мені більш подобається, щоб це було якій там такій добрій локаций, більш-менш проходной, і це не була ніяка там культурна, історико-культурна каштовність. Як б не так жорстко вандаріць. Зараз гляжу місце, де можна пришпіліць наш арт. Тут єсь такі вось мост, де ми знаходімся зараз. І єсь такі балки, де я знайшов нешто таке крышпільне, де можна було б це все розмістить. Але треба лезь, як туди обіцянутися, ну, а нареш усе зробіць. Усе треба. Звернісь увагу, тут вже намаганці намагаліся нешто заробіць прикольне, пришпільне. І я думаю, што це тое саме місце, але занадто висока, трэба лесяця ніякаць. І нешто нешто такоє. Окей, я думаю, што з гэтым все зрозуміло. Пойдем далей, пройдемся, поглядзім, што я ще є тут в городі. Пусть пад этим мостом. miсяцца. Якщо світло, NEVIP, �에 я습니다. Б FC очаг 아니에요, dramatic. М Продолжение следует... 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 Ровно? Выглядит, да. Все, рулим отсюда. Зараз продолжаем с вами про легальность в огля мастерства, потому что в такой сфере, как стрит-арт, есть очень тонкая грань между мастерством и вандализмом. Надо искать сенс в объектах, которые находятся на боках. Ваше мастерство должно быть до того объекта, с которым вы работаете. И оно должно пасовать свою родину, в которой вы находите. Это такая, видите, сторона новин, которые вы проходите мимо и читаете. Так вот, смотрящему, должно быть интересно прочитать ваши новины, которые вы ему рассказали. Конечно, это закон. Вы должны это осознавать. Вы можете скрепить в очень неприятную ситуацию. Вы можете дать штраф, вы можете сесть за краты. Это только ваше решение. Я не утоплю за то, как вы нарушали закон. Надо искать некую золотую середину, где ваша работа будет дополнением до того объекта, с которым вы работаете. То есть объект является протяжением вашей работы с самим арт-объектом. После вашего взаимодействия с самим, он превратится в объект, если вы хотите в историко-культурный. И это уже будет спадшина. Какой город примет на раз-два. И будет полить или леять. Мастерство равно некий сенс посования до объекта, взаимодействия с государством. Развернулся и меня заделал. Это напугало меня. Все нормально, все чисто. Так что, какой местяк? Вот этот. То есть уже иншая бузина репка такая, под назвой спадшина. Это как такая спадшина, якая закладена некими брусами, что длюстровая, тяжкая становишься нашей спадшиной белорусской. То есть нечто думал, думал, что нужно там придумать. Я думал, что нехай это будет, может, не так вельми приватно визуально, или будет некий сенс в этом. Такие мощные закладины. А почему именно на улице приклеить? Почему такая форма? Ну, ты едешь в стрит-арт, это как такая фолькшная галерея, где каждый может это побачить, не вертаясь, что сюда неких там крынец, установ, там, галерей. Ну, никуда не треба идти. Просто ты ходишь там из пункта А в пункт Б, и вот мимо твоих врачей проходишь некая штука, ты заважаешь, и она тебе не как откликается, нечто говорить, некие думки у тебя выкликают. То есть это как прочитать некие новины в газете. Ну, мне нравится, что можно так с людьми общаться. Ну, вот так. Такое огромное доступное насадство. Поэтому меня это, ну, я не цікавить. Не, конечно, галерея тоже классно, там, и все такое. Але все в стрит-артсе есть некий акшен. Поэтому так само и мое место быть. Ну, да, вот это, конечно, мне интересно. Я вот от этого думаю, что попробовать свои фотографии поклеить по городу. Какий у тебя план? Где ты хочешь? Уже думала о каких местах? Слушай, ну, четко нет. Но, если честно, я не то чтобы опытная девчонка, и поэтому, как бы, очень классно, что есть возможность так с тобой походить, подсматривать немного за работой. И я... Что у меня в голове только по критериям, как подобрать место, чтоб ровное было, знаешь. Ну, у меня было сковороны. Такое еще, чтобы я имела доступ до него, чтобы просто это наклеить. Ну, ты валишь фотки. То есть у тебя такие... Ты хочешь, как некая агентца в свой свет про это начинить. Ну, того, да. Ну, вот тебе некое натхнение, что можно шукать такие там забудованные забитые в окна, туда клеить, и люди вот будут с ними проходить. Ну, и сочетесь за тем, что там отбывается. Ну, давай трошки будем начинать туда. Или подождем, когда машинка что-то решит, что ей надо. Я думаю, что это такси. Такси. Окей. Ну, это ок. Так что можно трошечки так аккуратненько начинать, и все. А я тут разложусь. Опа, тут уже больше деталей. Тут он вельми шмалится у сего. Насколько они хрупкие? Ну, не вельми. О, ну, тут без сикала. А я как шталкиваю себе фотографии? Ой, делаю розное, потому что мне фотография за это и нравится, что можно подстраиваться под настроение. Иногда я могу портреты делать и кайфовать от людей. Иногда люди надоедают, и можно делать пейзажи, фотографировать предметку, и это совсем другое состояние. Вот конкретно то, что хочу расклеивать, это больше, наверное, фотографии из Беларуси, что я делала на пленку, на агат. Ну да. И поэтому мне кажется прикольно порасклеивать по Варшаве какие-то части Беларуси, Минска, когда... Мне кажется интересно, когда беларусы будут идти, и понимая вообще, что это какая-то и моя работа тоже. Так же они такие... Ну тебе немножечко своего места. Так, хорошо. Глядзи, який план. Давай. Я беру зараз ось гэтэтзе, потом мне треба будуть слезки и червячок. Ага, давай. Ну так. Ну так. Ну так. Ну так. Ну я тебя могу пытавать, если что. Аааа. Можешь мне какую-нибудь штуку в руки дать. Так. Ну что, поехали. Поехали. Так. Ну что, поехали. Поехали нажимать. Поехали. На пальчике. На пальчике я помню. Посталось? Червяк. Червячок. А как тебе пришла в голову такая думка «зроби стрит-арт»? Что тебе наткнуло на гляд? Слушай, ну по городу ходила, смотрела вокруг. Ну вогле чого именно это такая форма выявляющего мастатства? Ты шла по городу и потом думаешь такая… Потому что это то, что я вижу вокруг, наверное. На улицах я вижу примеры как распечатанные просто на четыре там какие-то фотографии, они круто смотрятся. Особенно, когда еще поверх них еще какой-то баллон, который вообще не был связан с работой. Ну то есть мне понравилось это взаимодействие. То, что ты когда приделываешь, то там уже работа живет своей жизнью. Ну это такая доступная пляцовка еще, когда ты начинаешь мостак и тебе еще никто не еде с галерыстов, с других мостаков это вернее таки добрый способ заесть о себе. Или потом ты трошечки как-то завлекаешься во все это. Я вас зарабил тут шумат элементов. Зразумев, что… Требы меньше рубить. Быстрее это все было? Так. Так. Чтобы пристиза раз все склеить из… Господи здесь 65. Так. Ну и думаешь, что теперь кремятся. Кремятся. Вон в закунике. Ну шо. Глядзи там ровно. Сешо. Цветочек чуть ниже, кажется. Вот это? Угу. 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 Шо, кто там ездит? Там такси. Похоже на такси. Такси, да. Кремятся. Такси, да. Все. Что? Мы это заливили. На. Ну у меня вот в центре я вижу это, как будто огонь внизу. Так. А сверху вот кто-то плачет на этот огонь. Только я вот загогульку эту не понимаю. Она как будто подлавливает. Хочется сказать, что это рожица такая. И это нос. Но тогда с огнем пропадает ассоциация. Но мне очень нравится вот это горизонтальное с цветами. Вот эта вся часть, как она такая прям расходится. Ну это как такие, так, выбух. Трошечки эмоциональный. Ну это нечто такое натхненное и подзеями в Беларуси, и в Украине, и в Оголе, и в свете. И уже так само можно сказать и то, что происходит в Израиле. Это, конечно, было ранее сделано. Но в Оголе, конечно, это было нечто про Беларуси и нечто там и про Украину. Про самобытность. Такое, что уже не трошечки заборонено. И вот такое в Оголе... Светишь, как это в окна, в беларуских хатках, там, пригоженный некий там РСБОЙ. Разные заготове ставни, розписы из таких этнических мотивов. То есть это нечто туль, но с такой новой моей интерпретацией. Ну и про шпильную, что оно вот на нечем таким запечатанном будет находиться некий час. Ну интересно, что вверху всей композиции крест. Ну, таки крест, таки крыш. Это я клёс. Несело. Крыш, я киму не сен. Про слезы, про сболь, про выбухи. Али, вы бачите, там есть кветки такие. Это, может, некая подтримка. И можно это разумеет так, что это то, что отбывается после взрыва. То есть, может, это некая надеяя. Я не веду, что там еще можно сказать. Некий смысл там. То есть, можно шукать куйки за угон. Все, давай пять. Давай вот так. Давай так. Все, покой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok